Проблема выбора профессии рано или поздно встает перед каждым, и выбор этот один из самых важных в жизни. Но чтобы определиться, нужно знать, из чего выбирать. Знакомец школьников с огромным миром профессии, федеральный проект «Билет в будущее» в рамках национального проекта образования. Обо всем поподробнее в эфире программы «Один день с профессионалом». Как выбрать профессию, чтобы работа была любимой? Ответ прост – попробовать себя сразу в нескольких специальностях. На это и нацелен проект. Как он работает? Сам процесс состоит из нескольких этапов. На первом школьник проходит диагностику через онлайн-тесты. С их помощью определяются навыки, особенности, предпочтения. На втором участник сам пробует себя в профессиях, которые его заинтересовали. И как раз благодаря этому этапу школьники могут определить, близка ли им специальность. Задача стояла максимально детей окунуть в эту профессию. Если ребенок испытал действительно необходимость, потребность в эту профессию, он уже понимает, вот она эта профессия, куда я хочу идти. Год назад колледж Никольского стал обладателем федерального гранта. Благодаря ему здесь смогли переоборудовать пять мастерских. По специальностям преподавание в начальных классах, технология, музыка, дошкольное воспитание, физкультура, спорт и фитнес. Нам необходимо, чтобы наш робот, этот АЛАП, добрался до пункта назначения. Я предлагаю запустить нашего робота. 12-20 секунд именно столько в среднем задерживается внимание дошкольника на каком-либо предмете. Так как же сделать так, чтобы он не отвлекался, а внимательно делал уроки и получал знания? В общем, как стать хорошим воспитателем? Ответ на этот вопрос знают в колледже Никольского. Педагогу для того, чтобы воспитать детей, нужно обладать двумя качествами. Это пример и любовь. Пример и любовь. И больше ничего. Провести матч по футболу, не выходя на улицу. Невозможно, а вот и нет. Дошколята могут сыграть в мяч прямо в помещении. Только в уменьшенном виде и на песке вместо травы. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Опа. Засыпай, давай. Сохранение здоровья – тема сегодняшнего занятия. Правильно мыть руки детей учит Аня Ефимова при помощи вот такой смарт-доски. Сейчас с помощью Эдуквеста мы с вами вспомним, как правильно мыть руки. Давайте вспомним, как мы мыть руки. Нам мыли бы и вытащили. Потом вытираем. Вытираем, а после этого наши руки становятся чистыми. Аня уже давно решила стать педагогом. В колледже даже получает сразу две специальности – учитель начальных классов и воспитатель. Признается, в будущем себя видит только в работе с детьми. Мне всегда нравилось, как наша первая учительница преподносила нам знания. Я всегда стремилась быть такой. Само по себе профессия очень сложная, так как педагогу нужны нервы. Мне эта профессия сама очень нравится, так как от детей получаешь очень много положительных эмоций. Умение воспитывать – это искусство. Такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины. Так говорил советский педагог Антон Макаренко. И это правда. Воспитатель должен уметь делать практически всем, знать разные методики и игры. Только так можно научить ребенка чему-то. Чем старше ребенок, тем сложнее его заинтересовать. Здесь уже недостаточно игр, нужны занятия серьезнее, но не менее интересные. И в колледже знают, как построить урок так, чтобы он был одновременно и продуктивным, и занимательным. Разнообразить учебную деятельность нам поможет умный пол, также система голосования, лабораторные диски, метеостанции для организации проектно-исследовательской деятельности. Все эти виды деятельности очень популярны именно в начальной школе. Начинают проектно-исследовательской, заканчивая познавательной деятельностью. Варвара Галамидова сейчас учится в седьмом классе, но она уже точно знает, что в будущем станет врачом-хирургом. Мне хотелось стать врачом-хирургом еще в детском саду. Когда мы играли, я себя представляла им. Мне кажется, сложнее быть учителем, потому что с учителя начинается твоя профессия. Если ты не будешь хорошо учиться и тебе неправильно объяснят, ты потом можешь в будущем совершить какую-либо ошибку в своей профессии. Посмотреть на эту профессию было здорово, мне понравилось, но я не хочу менять свое решение. А вот Эвелина до прихода сюда еще не знала свою будущую профессию. И именно мастер-класс помог ей определиться. Мне здесь понравилось, и я хочу потом прийти сюда учиться. Учиться младший класс. Это работа с детьми, с новыми оборудованиями. Раньше такого не было. Раньше они просто сами на доске. А сейчас придумали много разных интеллектуальных техник, которым детям намного лучше и проще заниматься. Разминка, сдача нормативов, занятия каким-либо видом спорта. Так выглядит классический урок физкультуры в школе. Но и здесь поменялся подход к обучению. Сейчас выпускники этой специальности не просто могут работать в школе. Они уже квалифицированные фитнес-инструкторы. Я считаю, что всем нужно заниматься спортом. Это придает активность человеку, здоровье. Все направления нравятся, но есть определенные, которые занималась легкая атлетика, и легкая атлетика как бы ближе. Составлять план индивидуальной тренировки – одно из направлений обучения специальности. Помогает студентам в этом вот такой анализатор тела. С помощью импульсов он измеряет процент мышечной и жировой массы. Пять точек касаются. Я включаю ростомер, получается, и продвигаю вниз. Ее рот зафиксирован, и по блютузу сигнал с ее ростом передался на аппарат Энбази. После того, как он передался, Даша встает на электроды. Измерение вашего веса. Не беритесь за ручки. Измерение веса завершено. После того, как проверка завершена, в течение 30 секунд происходит распечатка анализа тела состояния волонтера. На основании этого всего мы уже рисуем картину и составляем план индивидуальной тренировки. Прежде всего, мы учим на своих занятиях любить физическую культуру и спорт. То есть на основании этого всего, чтобы наша нация была сильной и уверенной. Преподавание музыки в школе – еще одно направление обучения. Здесь студенты могут сами создавать музыку, и здесь же записывают ее. Они владеют разными музыкальными инструментами, могут сыграть на каждом из них и рассказать все о нем. Есть здесь и свой оркестр. Музыка. Я слишком много в моей жизни. Но это прекрасно. Я считаю, что музыка дает нам для начала это настроение, хорошее настроение. Потому что, когда ты слушаешь музыку, ты прям уже все. Пошел. В танцы. Студенты осваивают и работу с использованием перкуссии. Это особая категория ударных музыкальных инструментов. Такой метод используется и при работе с детьми, у которых проблемы со здоровьем. Благодаря музыкальным инструментам можно решить много проблем и задач. Данное направление работы очень актуально, поскольку мы здесь развиваем эмоциональный, интеллект будущего специалиста, который пригодит в любой профессиональной деятельности. Важность направления в том, что именно музыка позволяет оставаться человеку-человеком. Здесь мы можем творить, здесь мы можем быть собой. И все-таки душа поет. А когда она поет, все замечательно. Это направление, пожалуй, одно из самых популярных в программе «Билет в будущее». Попробовать себя в роли учителя музыки желает много школьников. Очень любят приходить, и особенно ребят. С каким удовольствием они исполняют вот это вот, это надо просто видеть и чувствовать. С какими они эмоциями играют на наших инструментах. Очень обожают ударное. Школьники к нам приходят очень часто, практически каждый месяц. «Билет в будущее» – действенный и удобный инструмент не только для школьника, но и для его родителей. Проект помогает им понять, как помочь ребенку самым важным – выбрать профессию. И, по сути, помогают ему построить свою успешную счастливую жизнь. Федеральный проект «Билет в будущее» работает по всей стране вот уже третий год подряд. За это время с огромным миром профессии познакомились более 800 тысяч школьников. И, возможно, именно после мастер-классов многие из них определились со своей профессией. Федеральный проект «Билет в будущее»